Вы смотрите серию «Поговорим о будущем», это серия бесед, я Марк Григориан, и мой гость сегодня Рубен Вартанян, предприниматель и филантроп, управляющий партнер Futures Studio и соавтор рукописи «На перекрестке». Рубен, добрый вечер. Добрый вечер, господин. Примерно пять лет назад мы с вами уже беседовали. Тогда это было в эфире телекомпании АТВ, и вы сказали вот такую фразу. «Последние военные события показали, что не пойдя на серьезные изменения, будет очень сложно построить сильную и гордую Армению». Эта фраза абсолютно актуальна и теперь. О каких изменениях мы должны говорить сегодня? Добрый вечер, Марк. Да, я тоже вспоминаю хорошо наш разговор на моем плохом армянском в прямом эфире, который вызвал потом такую достаточно серьезную волну и реакцию со стороны как властей, такие общества, потому что там было много вопросов. Я посчитал, что война в 2016 году была последним таким предупреждением, холодным душем для всех нас, не только для власти, но и для общества в целом, и не только проживающим в Армении, но и за пределами Армении. Понять, что вот так половинчато надеяться, что нам удастся пройти между Сосилой и Харибдой и не заключив мира, и не стать очень сильными, чтобы реально воевать так, чтобы к нам никто не мог даже подумать полезть. У нас будут большие проблемы. К сожалению, мне очень жаль, что я оказался прав в своем предсказании, не потому что я такой нострадам, потому что было очевидно, что это, к сожалению, неизбежные процессы, которые запустились в 2016 году, когда и внутри Армении стало очевидно, что некоторый контракт социальный, который был, что, ребят, мы немножко воруем, мы немножко себя обогащаем, но при этом мы обеспечиваем безопасность. Был нарушен, и люди это увидели. Более того, и тем, что последние десятилетия копилась такая единственная тема, которая волновала общество, и это было видно по всем опросам, это была тема коррупции и обогащения чиновников, то ясно было, что эта тема вызвала большую реакцию. Я хочу напомнить, потом случилось ССАЦРЛ, потом случилось назначение Карена Карапетяна премьер-министром и надежда на то, что начали какие-то изменения. Я тогда дал интервью, сказал, что если у Карена не получится, она ждет очень тяжелые последствия. К сожалению, на последнем этапе было принято другое решение, и Карен не остался премьер-министром. И прошла революция, и у меня уже в декабре 2018 года был разговор о том, что если Пашнян, который не является экономистом, не является управленцем, но который поднялся на волне эмоционального подъема, не удастся изменить реально модель управления, модель взаимоотношений между властью, обществом и диаспорой, то нас ждет тяжелые последствия. К сожалению, это произошло, и мы имеем то, что самый главный вопрос, какой мы строим Армению, самый главный вопрос, а какой мы видим будущее армянского мира, на него не было дано четких ответов, на тему не было достаточно дискуссий между ключевыми стейкхолдерами, ключевыми элементами нашего сообщества, в целом не только внутри Армении, но и в диаспоре, и в этом смысле мы потерпели поражение не столько на полях военных, сколько мы потерпели поражение внутри самих себя. Мне очень нравятся фразы, которые сказал Петр Немой в своем выступлении, он живет в Армении, очень интересный такой футуролог, сказал, что единственное, кто может уничтожить армян, это сами армяне, да, и в этом смысле, я должен сказать, что, мне кажется, глубокая фраза, в которой нам надо задуматься об этом серьезно, и я думаю, что наши проблемы, наши беды, это не от того, что кто-то нас не поддержал, кто-то нас там предал, кто-то там оказался там что-то, потому что мы сами оказались не готовы ответить на очень серьезные вопросы. Помните, наш разговор, Марк, был о том, что давайте говорить, вот война не оставила шансов в 16-м году, давайте говорить на чистоту о многих вещах. Я там затронул какие-то проблемы, какие-то, про которые мы всегда замалчивали, сглаживали углы, как-то мы считали, что не очень комфортно это говорить, а мне казалось, что очень важная вещь нам, шаг номер один, это избавиться от мифов и иллюзий, которые мы к себе отнесем, причем мифы и иллюзии очень серьезные. Вот, вы знаете, ну, я не знаю, наш разговор просто шел в этом направлении, в направлении о том, что такое мифы, и как получается, что мы готовы часто жить иллюзиями, в мире иллюзий, совершенно как-то вот нивелируя при этом реальный мир, реальную действительность. Ну, как сказал тоже один из моих хороших знакомых, режиссер известный, Гарань Геворкян сказал, у нас в нашей стране очень много Хач Назаров и очень мало Давида Сосунских, да? Вообще типаж Хач Назара, очень интересный типаж, и вообще, я могу сказать, как человек, который дома, благодаря моим родителям и маестре, большая коллекция сказок, у которых все стран мира сказки у нас есть, и я многие из них читал для того, чтобы понять психологию той или иной нации, я думаю, что это очень много чего объясняет, в том числе и Давид Сосунский, который, мне кажется, мы плохо изучали в школе, но тут еще раз посмотрите внимательно про то, что там происходит в конце и почему он уходит в скалу, да? Так вот, возвращаясь к основам вот этого мифологии, это интересная такая серьезная глубинная проблема, связанная с тем, что мы такая коллективная жертва, при этом у нас есть очень серьезные элементы нацицизма, и при этом мы еще имеем проблему того, что когда ты долго живешь в очень закрытом, пространстве, то у тебя планка и стандарт начинают снижаться, и этот псевдомачизм, псевдознание, и многие те вещи, которые мы, в общем, так иначе все говорим, что у нас даже какие-то базовые вещи у нас, даже не обижая никого из тех, кто об этом все считает, там даже воры в законе, не до конца воры в законе, там эти блатные разговоры мужские, такие, которые вызывают вообще отторжение и вызывают вопрос, а что это такое? У нас нету такого до конца чеченской, очень четко, ясной модели жизни, нет другой модели жизни, которая говорила бы, что мы из себя представляем, а что это постоянное желание взять кто круче в условиях, когда это доказывается не тем, что ты лучше работаешь, а кто больше добивается успехов в виде зданий и результатов, а тот, кто мало работает и много зарабатывает, и модель счастливый человек, тот, кто действительно может пойти в магазин Брионик, взять костюм и не заплатить за него, но это какая-то такая вот извращенная модель, которая вообще не во всем обществе, понимает, что это не доминирующая среди молодежи модель, но она, к сожалению, была, при том, что вот власть это не просто власть для того, чтобы реализовать какие-то изменения, а власть для того, чтобы зарабатывать деньги, это считалось нормальным, что человек мог прийти, я помню, я приводил пример, как глава налога пришел и задекларировал, что ему там несколько миллионов долларов подарил брат, да, и это вот как бы его декларация была его доходом, да, и это считалось нормальным, не было никакой реакцией, и там строительство даму, там много чего другого, поэтому в нашем обществе, к сожалению, мы живем в обществе, где действительно одна из очень больших задач и вызовов, которые стоят перед всеми нами, это вопрос осознать свое местное мир, оно очень достойно, мы у нас очень много достойных вещей, которые мы можем гордиться, должны гордиться, например, я бы хотел спросить, сколько из нашей элиты были в Матанадаране или в Тумо, и кто их знает на самом деле, что такое вообще Тумо, как оно работает, да, или насколько мы реально отдаем себе отчет, такое у нас сокровище, как Матанадаран, которое действительно является сокровище мира, и мы относимся к самым разумеющим, я думаю, что большинство их не было там, и в других местах, в которых нам есть чем гордиться, еще раз, нам есть, наверное, подсыпать голову пеплом, но вот это псевдообщество с псевдо, например, гостеприимством или псевдоумением обслуживать, или псевдо знаниями, когда дипломы подменили, у нас 80 учебных заведений, которые мы продолжаем выпускать людей с дипломами, которые ничего не знают, у нас в обществе... Если позволите, не только ничего не знают, но я преподавал журналистику в нескольких университетах, и люди, которые учатся на факультете журналистики, часто хотят стать кем угодно, но не журналистами. Я думаю, что это самое и в других специальностях, то есть вузы не учат тому, чему они должны учить. Потому что стало престижное незнание, когда раньше армянин, который жил в мусульманских странах, огромных империях, он знал, что его единственный шанс пробиться, он должен быть умнее и образованнее, чем все вокруг, потому что ему, как христианин, надо в два раза сложнее, в два раза больше работать, чтобы догадать свой успех. Поэтому с врачами, юристами и другими профессиональными ювелирами, архитекторами великими, потому что они понимали, им надо учить несколько языков, им надо знать знания, а не дипломы в армянской, в советской Армении, а потом и в постсоветской Армении. Получение диплома стало абсолютно номинировать. И купить красный диплом своему ребенку, это не считалось зазором. То есть родитель даже не понимал. Но здесь вещи, которые меня поражают. И не только красный диплом. Купить возможность аспирантуры для своего сына всегда означало, особенно в последние годы, освобождение его от армии. И покупали. Да, и это все воспринималось. Проблема в том, что не только в том, что делать с одними людьми, как и то, что мы выбрасываем мусор из-за приема своей квартиры и считаем, что это нормально, потому что это не наша уже территория. То есть ощущение, что семья на этом уровне заканчивается, твоя территория. А то, что это нормально воспринимается. Вот, например, другая тема, о которой я очень часто о ней говорю, я все равно хочу сказать. Мы вторая страна в мире, в которой происходит гендерный аборт. То есть мы отправляем женщин на аборт, потому что будет рождаться девочкам. И не только то, что это страшно, потому что у нас есть проблемы роста населения, но что 14 тысяч или 13 тысяч девочек ежегодно не рождается по той простой причине, что так принялось решение семья. И в целом это не считается неприличным и неправильным. И это примеры, на самом деле, не только с точки зрения коррупции или каких-то там бытовых. Это очень серьезные, глубинные вещи. В том числе по поводу нашего христианства. Я хочу сказать, это тоже иллюзия, что мы христиане. Я могу сказать, мы же делали расчеты. Если бы армяне, которые, говорят, своим христианством, ходили бы по воскресеньям в церковь, в Ереване должно было быть 20 раз больше церквей, чем сегодня есть. 20 раз. Если позволите, этот вопрос с избирательными абортами, это и с гендерными абортами. Это также ведет, как общественное отношение к тому, смотрите, девочки у нас и девушки учатся лучше мальчиков и парней, а на руководящие должности попадают мужчины. То есть, оказывается, что те, кто лучше учатся, они учатся, вот у них есть какой-то потолок, который не разрешает им подняться выше определенного уровня, и вот те, кто хорошо учатся, те как-то вот перестают, вот их развитие прекращается раньше тех, кто учился плохо или кого выгнали из университета. Очень серьезный вопрос. Я большим уважением отношусь к нашим традициям, семейным ценностям и сам являюсь таким домостроевцем, наверное, в каком-то смысле армянским, как говорит моя жена и мои дети, но все-таки я считаю, что мы должны понять, что вот это отношение к женщине, отношение вообще, роли места женщины в Армении, это очень серьезный вызов, очень серьезный вопрос. И это не только там домашнее насилие, не только там аборты, это вообще возможность реализации, вообще восприятие, вообще это псевдоматчизм, это псевдолезвокрым, который мы всем устраиваем другим, кто кого победил, в этом, значит, таком языковой баталии, но это просто фантастически унижающая, мне кажется, вещь для общества, потому что ты все время ты вместо того, чтобы заниматься по сути, ты все время находишься в постоянном таком полувоенном состоянии, да, как бы кто кого, на каком месте пригласили посесть за столом, где там, как тебя там встретили, кто кого первый подал руку, то, что это, мне кажется, просто давно такие отжившие вещи, которые, к сожалению, мешают нашему обществу. Я надеюсь, что молодежи, кстати, это намного проще, намного по-другому, но просто пока доминирующая модель, элита, которая та, которая есть в Армении, да. А возвращаясь к нашему разговору, Марк, если можно, я хотел сказать еще одну очень важную вещь, о которой мы говорим, про миф и иллюзии, я все время говорил бы одну вещь, тогда тоже, и вот в последние пять лет я там, мы об этом говорим, каждый раз, когда встречаемся с кем-то, ребят, невозможно что-то начать менять, пока у тебя нет инвентаризации, аттестации и диспансеризации. Ты должен знать, что у нас есть, что у нас есть в Армении, что у нас есть в диаспоре, на какие ресурсы можно рассчитывать, мы до сих пор не знаем и не понимаем, мы не только выживем мифом и иллюзием по поводу того, кто мы и что мы можем, что мы не можем, что у нас есть Академия наук, которая вызывает очень много вопросов, у нас есть Союз композиторов до сих пор, Союз писателей есть, и многие другие атомизмы, которые думают, ну, еще, ребят, когда мы были частью Советского Союза, это была часть такой идеологической системы, что мы продолжаем репродуцировать псевдовещи, которые псевдоработающие. Я понимаю, что я сейчас кого-то там задеваю, кого-то может даже это сильно будет резать слух, но я считаю, что лучше мы по этому поводу поспорим, поговорим, я, может быть, тут неправ, я признаю, что это очень важная института, но он должен отдать свою нужность, важность не потому, что у него есть исторический корень, не потому, что когда-то он был создан в большой империи, а потому, что он действительно нужен для сегодняшней Армении и будучи в Армении. Инвентаризация очень важна, Марк. Инвентаризация того, что у нас есть, то, что мы имеем, то, что мы не имеем, то, что мы можем, но это просто какой-то кошмар. В этом смысле, Рубен, я с вами согласен, потому что за вашими словами я вижу необходимость ряда радикальных изменений, очень серьезных изменений. Но я могу себе представить, какой шум вызовет, например, ликвидация Союза писателей или Союза композиторов. Но есть, я сейчас говорю не о них, есть радикальные изменения, которые необходимы, без которых двигаться вперед нельзя. Я думаю, что в очень важной степени это реформа системы образования, особенно университетского образования, потому что нам нужно образование, которое дает нам специалистов. Однозначно, Марк, однозначно. Например, очень хороший пример проблемы, которые находили в армянском языке. Есть знания и умения говорить на армянском языке, которые девальвировались. Тогда у нас все армянские школы, но качество армянского языка упало, а не поднялось. Еще общее знание армянского языка. Мы говорим о том, что да, у нас турки, соседи такие, но у них есть охрам Памбук, который получил новое искупление по ледиатуре. Давайте мы сделаем, что надо сделать, чтобы у нас были бы такие же писатели, или композиторы, которые бы произведения исполнялись бы, у нас современные, которые бы исполнялись бы в лучших консерваториях, в лучших оперных театрах, музыкальных консерваториях и других местах. Давайте это поддерживать. У нас есть великолепный музыкант, как Налей Казнауриан, я не знаю, Сергей Хачедрян. Давайте об этом говорить, а не поддерживать псевдо-профсоюзы. И вот эта псевдость очень опасная вещь. Потому что псевдо-армянство, псевдо-христианство, псевдо-мачизм, это все очень опасные, мне кажется, мифы, которые, я считаю, надо, не начиная с них, это вот базовая точка, о чем можно начать все менять. Это не боляясь с этим, ничего другого нельзя изменить. Вот скажите, пожалуйста, Рубин, вы были еще относительно молодым человеком, когда начали проект Армения 2020 или Армения 2020. Вот прошло 20 лет. Что, вот какие положительные, какие отрицательные итоги этого проекта вы сегодня видите? Ну, я предлагаю на эту тему отдельно поговорить, Марк, потому что действительно слишком большой объем выводов был сделан. Я хотел, чтобы был бы и Нубар, и было бы еще несколько человек, которые начинали проект вместе со мной. Потому что очень много мы сейчас пытаемся вместе с Макинзи проанализировать наше большое количество достижений и огромное количество ошибок, которые мы допустили. Но самое главное, что нам тогда удалось и не удалось сделать одно, очень важное. Мы сказали, ребят, нам надо думать не о прошлом, а о будущем. Давайте смотреть на 20 лет вперед. Давайте смотреть, какую мы хотим видеть Армению. И мы пытались донести идею до не только элиты, не только внутри Армении, но и вовне, и не только в случае каких-то там политических программ, но и даже молодежи говорят, ребят, вам сейчас 17 лет, через 20 лет вам будет 37-40 лет. Вы как видите себя? Будете военными, если будет Армения военнизированная страна? Или вы видите себя учеными? Или вы видите себя бизнесменами? Это же очень важно, как вы видите себя. Вы будете другому по-разному дать себе профессию, если будете понимать, какой тренд у вас. Нам не удалось тогда, может быть, это было рано, может быть, это было бездебрение, может быть, это было слишком близко, были 90-е, которые только-только дали возможность выжить, и это надо признать тоже, что мы говорили на слишком сложном языке, может быть. Но самое главное, что нам удалось сделать три вещи. Первое, что в Армении возможно реализовывать уникальные проекты, которые совершенно создают международным лучшим стандартам, и эти проекты можно и сделать. И это было очень важно. И это проект не только наши, которые, наверное, как еще делают, а в ТУМО, АЙП, или, допустим, дилижан школы, в которых никто не верил, что дети из 92 стран будут приезжать в Армению учиться, но они приезжают учиться, и они, не более того, даже во время войны не уехали, остались все дети, включая турецких детей, остались во время войны в Армении, сказали, мы не уедем, останемся в Армении, что это наша школа. И какого количества Аврора и Америя Банк и разные проекты, и то же здание, которое было построено, в котором мы делали маркетинговый репортаж про здание, которое мы восстановили, которое мы сделали на площади Ромяна. И мне кажется, это очень важно, что можно сделать по лучшим стандартам в Армении, несмотря на то, что это очень директор. Конечно, Канадная дорога, это Атхэрская канадная дорога, и журнал Ереван, который был, или даже восстановление памятника Давида Сосунского, который мы делали, и многие другие вещи, которые мы реализовывали, в основном мечети в Шуше, которые, может быть, в Сорзи был писать, показывают, что многое можно в Армении делать. И, конечно, такие проекты, как ФАС, например, или там связанные с образовательным весь наш кластер, это серьезные были заявки на какие-то вещи. Не все удалось, к сожалению, тот же ФАС, который мы начинали в 16-м году, именно после войны, понимая, что нам катастрофически не хватает науки и технологий, потому что мы могли бы воевать не количеством оружия, не количеством танков, а умом. И реально преимущество наше в том, что мы более образованы. К сожалению, не было реализовано той скорости, которая должна быть. И, конечно, вот эта некоторая половинчатость, недосказанность, недоделанность, не умение до конца довести до конца, многие вещи, это одна из таких. Но я думаю, что такого рода обширные, серьезные программы, рассчитанные на много лет, конечно, не могут реализовываться на 100%. Конечно, есть какие-то вещи, которые мы представляем, может быть, искаженно. Что-то по ходу дела оказывается совсем не таким, как нам казалось. И тут, конечно, очень важно иметь анализ и знать, откуда мы двигаемся дальше. Я знаю также, что у вас новая программа уже, вот, так сказать, на подходе. Это будет Армения 2041. Ну и, конечно же, это тоже очень интересно и очень важно. Как вы понимаете, то, что вы говорите, это важно, не только, чтобы они были программами, которые могут писаться бесконечно, то есть программы лежат там в ополках, никого не нужны, а чтобы они обсуждались бы, чтобы они дискутируют, чтобы они о них спорили бы, с ними не соглашались бы, потому что даже книги на перекрестках, которые вы упомянули, о которых мы с Луны Аликиан написали, там, с участием бара. Это же вопрос о том, что, ребят, давайте выбирать модели, не персонали, не фамилии людей, а давайте выбирать модели, какую мы видим страну, какую мы видим страну, какую мы видим нарушение страны с диаспоры. И от этого будут проистекать очень многие, система управления будет разная, система института будет выстроена по-разному. А если ты какой-то хочешь построить дом, он у тебя может быть модерн, может быть классический, может быть ультра, барокко стилей, или может быть, надо решить, какой же ты хочешь построить дом. Может быть, не даже эклектикой заниматься и все смешивать в одну кучу, как мы пытаемся сделать. Да, вот я думаю, что сейчас наступил момент, когда можно задать вам вопрос, вот только что поступивший, от Арарата Алиханяну. Как на ваш взгляд, какие стратегические отрасли экономики Армении должны быть в центре внимания правительства страны для развития? Опять, это зависит, очень важно, от той модели, которую мы выбираем. Я уже говорил об этом в своем интервью, у нас есть несколько вариантов. Вариант номер один, мы понимаем, что мы не справляемся со своими вызовами самостоятельно и должны максимально использовать преимущества нашего партнера, России как той страны, которая обеспечит нам не только безопасность, что является нормальным, что многие страны, я должен сказать, очень развитые, обеспечены безопасность другой страны. Например, Германия, Япония. Но кроме этого, что в этой стране будет не только много бизнеса, не столько будет много технологий, какой-то науки, а будет такой очень хороший экологический замутый заповедник, который может сохранить свои ценности, свои традиции, сохранить какие-то горни и в этом смысле гордиться ими. Но при этом небольшое количество людей, проживающих на территории Армении, которые будут заниматься бизнесом, связанным с тем, чтобы помогать России реализовать какие-то проекты в рамках этого региона, какие-то проекты, связанные с европейские. Но это такое будет достаточно закрытое общество, и в этом смысле отрасли будут связаны с тем, чтобы максимально уметь хорошо заниматься лоббированием, посредничеством, приводить какие-то специальные схемы выстраивания, которые позволят зарабатывать деньги на неэффективности, на законодательстве и всего остального. В этом смысле я не вижу необходимости достаточно конкурентной среды, в которой кто-то будет с тем, что конкуренция, скорее, это будет такое закрытое сообщество, где надо будет правильных крестников, правильное отношение, правильный доступ к принятию решений. В общем, в этом смысле я не уверен, что будет сельскохозяйство, понятно, что какие-то отрасли будут в нем поддерживаться, в основном это будет связано с энергетикой горнодобывающей отрасли и какими-то сельскохозяйственными вещами, но в целом это будет минимально интегрированная большую экономику мировую, что может неплохо, потому что в мире все происходит, может быть, мы знаем, пережить какие-то цунами. Другой вариант, когда мы понимаем, что мы нужны нашему партнеру как сильная развитая страна, и это неважно решение не только наше о себе, но и о нас, о том, что мы нужны как сильная развитая страна, то да, конечно, понятно, что все, что связано в Армении с человеком, а именно технологии, образования, здравоохранения, то есть то, что мы имеем конкурентое преимущество, мы можем иметь сразу внутри одной страны и армянский очень хороший университет, я уверен, они могут быть совершенно конкурентоспособными по всем стандартам и иметь рядом армянский, рядом с армянским, иметь американский, российский, французский и немецкий, это удивительное какое-нибудь преимущество, которое мы не пользуемся сами, мы должны максимально сделать то, чтобы армянский университет был одним из топ-лучшим, но рядом с ним могут быть другие университеты, точно так, как здравоохранение, мы можем ввести стандарты, как вот мы делаем проект с южнокорейцами, одновременно с Филлипсом и одновременно с американцами, да, и это уникальная возможность сделать медицинский университет, потому что у нас врачи по всему миру, мы можем ставить такую точку, где и наши соседи, и не только Россия будет пользоваться тем, что мы имеем вот эту уникальную сетевую, разветвленную сеть знаний, компетенции, мы можем привести в Армянскую, для этого мы должны поменять совершенно модель взаимоотношений диаспора и общества в Армении, и власть в Армении, и то, что идти от модели вот такой вот, который будет первая модель очень нормальная, когда ты помогаешь, благотворительность, советы даешь и перечисляешь там 2 миллиарда долларов в год на поддержку людей, проживающих в Армении, а вот в этой модели, то я еще раз сказал, второй модели, она будет делать взаимозависимость, партнерство, инвестиции, это совершенно две разные модели, два разных законодательных баз, две разных законодательных системы управления, даже языки, какие будут официальные, какие не будут официальные, как будет строиться возможность работы, не работы, диаспоральных ребят и не только диаспоральных ребят на должностях. Будь много вопросов. Вы предвосхитили целую серию моих следующих вопросов, которые касались как раз взаимоотношения Армении с диаспорой и относительно вот того общественного договора, который, казалось бы, вот негласно существует сегодня между Арменией, между вот государством и диаспорой. и, ну, понятно, что вот ситуация, когда диаспора перечисляет деньги и, так сказать, на этом все заканчивается, я думаю, что это время пора уже оставить в прошлом. И пора думать о новых моделях общественного договора страны и диаспоры и понять, куда эти модели могут вести. Я согласен с вами, Марк, потому что, если мы говорим о будущем, а не о постоянном копании в прошлом, и это будущее у нас стоит очень серьезные вызовы. Если мы говорим о восстановлении армии, если мы говорим о восстановлении экономики, если мы говорим о конкурентной эффективной инфраструктуре, если мы говорим о преобразовании образования и здравоохранения, мы говорим о цифрах на следующие 10 лет 15-20 миллиардов дополнительных инвестиций, которые должны быть не просто прийти как деньги, а еще должны быть умными деньгами, которые реально дадут эффект и будут правильно инвестированы. Таких денег внутри армянской армии нет. Я бы, наверное, сказал, что внутри диаспоры таких денег нет, потому что вместе диаспора и Армения могут привлечь эти деньги. Поэтому, мне кажется, если будет выбрана модель, что Армения должна быть именно процветающей современной страной, которая может и хочет быть конкурентна не только на уровне таких отдельных ярких, пример, как там Малхас сейчас в клубе или там отдельный один ученый или кто-то в какой-то бизнес как Пиксар, а именно системно, то мы говорим о том, что в условиях первой модели, когда мы такой тихий заповедник, можно сохранить модель помощь, благодарительность и совет приезжать туда иногда расстраиваясь, что все плохо, как грязно, или какая коррупция, но при этом смотреть на Арарат и покупать квартиру с видом на Арарат и в общем Байдлок даже раз переживая. Тогда таких денег больших не нужно, в общем-то, я думаю, что беря в долг, получая в этот welfare в виде двух миллиардов долларов или двух-полагин миллиардов долларов, трех миллиардов долларов, неважно, какой-то цифр, которая будет достаточно большая, чтобы поддерживать существование людей на потребление, а не на инвестиции. В общем, эта модель не требует больших. А вот если мы говорим про вторую модель, то она требует другого письма на отношения. Поэтому вопрос сейчас принципиальный. Это готовы ли мы и армяне в Армении, и армяне в диаспоре реально объединиться, реально говорить о будущем, а не о прошлом, реально говорить о том, как мы будем по-новому строить модель взаимоотношений, и говорить о том, как мы будем решать эту очень тяжелую задачу, которую даже отдельно государство решить не может, отдельно частные бизнесменные решения не могут, отдельно диаспора или общество в Армении не может. Только вместе коллективная работа всех участников, и мы очень плохо коллективно работаем, но вот это один из моих единственных Есть вещи, которые просто обязаны обсуждать, о которых мы должны говорить, и я должен заметить в связи с этим, что у нас и в смысле культуры дискуссий тоже не очень хорошо, мы еще должны научиться культуре дискуссии, культуре дебатов и вообще культуре диалога друг с другом. Это одна из проблем нарциссизма и одна из проблем вот такого замыкания на своей семье, потому что государство всегда было чужим, у нас нету вот этой проблемы, я должен сказать, о ней мы говорим в своей книге на перекрестке, опять же, что церковь, которая играла фантастически важную роль для армянского общества всегда исторически, но она играла как любая модель, имеет положительный, имеет отрицательный, один из отрицательных элементов того, что было, что церковь обрала в себя в том числе не только духовную просветительскую деятельность, но и общественную и социальную, потому что, условно говоря, мусульманские страны использовали именно церковь для фиксации государственных, там, потому что человек родился, умер, многие другие вещи, и по большому счету создание института самоуправления, института управления как часть культуры у нас была потеряна действительно на многие десятилетия. Страна была чужой, и поэтому у нас нет этого неуважения, поэтому создание государственных институтов вообще переход от персональных отношений, кланов, персональных, конституциональных, когда ты говоришь, мы будем жить по понятиям или по закону. У нас же очень простые развивки, они настолько простые, что даже, ну, знаете, это же, я просто удивляюсь, что до сих пор это никто не там ставит. Очень просто. Мы живем по понятиям или по закону. Причем по закону не только с точки А вот это на бытовом уровне. На каждом уровне этот вопрос будет стоять, где надо отвечать. Мы живем в стране закрытой или открытой? Вот это ключевой вопрос. И дальше мы живем в стране, которая должна готовиться к войне, или мы должны готовиться к стране, которая готовится к мирному существованию своими соседями. И турками, и азербайджанцами, понимая все угрозы, все вызовы, которые стоят перед нами с ними. Но тем не менее, этот вопрос очень представляет. Может, еще раз. Вот завтра откроются границы с Турцией. Я хочу задать вопрос всем нам. А мы к этому готовы? Или мы хотим получить как в Белиси и Батуми, чтобы все будет скуплено или не скуплено в прямую? По-турецки помидоры мы уже все знаем. И про наших женщин, работающих с проститутками в Стамбуле, тоже знаем. И об этом стесняемся говорить. Но давайте об этом не будем стесняться говорить. И поймем, как сделать так, чтобы этого не было бы. Потому что если мы опять будем продолжать стесняться говорить о очень неприятных вещах, о которых стыдно говорить, которые не являются лицом армянского народа. Армянского народа есть достойнейшие люди, достойнейшие женщины, достойнейшие бизнесмены. Но это же тоже часть нас. Да, да, безусловно. У нас, то есть не у нас, а вас спрашивают. Уже поступило довольно много вопросов. И среди них вот явно выделяется такой комплекс политических вопросов. Политические вопросы, значит, ваша оценка ситуации, что делать, какие политические силы могут вывести нас и так далее. Но особенно, вот, так сказать, много вопросов, которые касаются того, почему вы не хотите стать премьер-министром в Армении. Потому что я уважаю закон. И я считаю, что законы в Армении такие, которые это сделано осознанно, чтобы диаспоральные армяне, даже родившиеся в Армении, даже имеющие паспорта, в отличие от меня, не имеют паспорта, даже если ты имеешь паспорт, но ты не жил в Армении, ты не можешь быть на этой должности. В этом была своя логика, и она, мне может нравиться, может не нравиться, но она на сегодняшний день является законом. И как человек, который призывает понятия по закону, я считаю, что это очень важно, чтобы зарубить то поле, которое так очерчено. Во-вторых, я говорил, говорю и много раз говорил об этом, что выбор модели важнее, чем выбор отдельной фамилии. Иванов, Петров, Сидоров, какие вы фамилии называете, сначала какую страну вы строите, потому что просто построить хорошую страну не получится. Потому что любая модель имеет свои вызовы. Это в этой стране где-то я могу и полезен, где-то я могу и не полезен. Это тоже совершенно нормальная вещь. И третья вещь, я об этом говорил очень честно и откровенно, что я не работал в государственных институтах и органах власти. Я всю жизнь был человеком, который строил этот мостик между частным и государственным партнерством. Я строил многие проекты, которые были связаны с государственными делами, причем с разными государствами, эффективными, неэффективными. Я работал в Иванове Кучаряне, и Сердце Аккисяне, и Николе Пашиняне, и разных премьер-министров. И я должен сказать, что в этом смысле я всегда говорил одну вещь. Не я выбирал эту власть. Эта власть избрана народом. Законно, незаконно. Как там были фальсификации. Я не имею права здесь вмешиваться. Мне может что-то нравится, может не нравится. Лично. Но как человек, который реализует проекты долгосрочные, я не могу ждать, пока в Армении наступит идеальная картинка. И будет все только честными и приличными людьми. И я работал, и мы делали проекты со моими партнерами в этой среде. Понимая прекрасно, что нам надо делать частное государственное партнерство. И мы делали все проекты в очень непростой среде. Иногда очень кислотно. Но я всегда говорил, что я намного сильнее, и мне кажется, время 21 века об этом говорит, что нам предстоит, как я сказал, обязательное взаимодействие государства. Причем государство из нескольких ветвей власти. Законодательно отдельно, судебно-законодательно отдельно, отдельно-исполнительно, отдельно-законодательно. То есть они должны быть, законодательно-судебно-исполнительно власти должны быть полностью отделены и реально быть, как и наш центральный банк, работа как институт, а не как персональная вотчина кого-то. Поэтому в этом смысле, Марк, отвечаю на ваш вопрос. Это вопрос, не надо ждать спасителей. Ребята, я понимаю, что в хрустянстве все мир ждешь в Мессии, придет в кого-то христианство, придет и спасет. Не надо ждать, что кто-то, хороший папа или плохой папа, который будет ругать или будет бить. Я понимаю, почему нравится модель людей типа Царукьяна, типа Николы Пашиняна, типа Сержа Агинсиана. Потому что это еще раз, это модель людей, которые, как говорят, я знаю, что надо делать. Хрустян, там, неважно, да, это все похожие. Но это, мне кажется, модель не в том, потому что они неправильные. Они очень достойные люди, имеют с ними разные отношения. Но вопрос на другом. Какую страну мы строим, какую модель мы строим, и как бы этой модели, какие комбинины должны быть на уровне государства, на уровне диаспоры, на уровне институтов частного бизнеса. И как это делать так, чтобы это все между взаимодействовало. Но главный посыл, ребят, я хочу, чтобы меня все услышат, меня слушают сегодня, будет потом. Потому что потом невозможно одному человеку и даже государству сделать из Армении процветающую страну. Только вместе, если только мы, как все, поймем, что у каждого из нас есть своя роль и задача. И эта роль задачи очень жесткие, утребовать от нас коммитментов. Обязательств, которые мы или возьмем на себя, или не возьмем. И скажем, да, мы готовы на уровне государственных судов сделать изменения, которые будут очень болезненно, непростые, потому что у нас очень неэффективное государство. Оно очень плохо работает. Оно, к сожалению, оказалось неэффективным в условиях войны, показав еще раз свою там очень большую нагрузку, при этом маленькой эффективностью. У нас очень плохой частный бизнес. Он не конкурентен. Большая частью не конкурентен международными конкурентами. У нас мало международных инвестиций. У нас очень плохо с стандартами, и экологическими, и другими-другими людьми. У нас очень много налогов. У нас очень много проблем с взаимоотношениями по языкам. Например, человек, который приехал делать бизнес в Армению и не знает армянского. Вот вы спросите, это возможно вообще делать бизнес в Армении, если ты приехал и не знаешь армянского языка? Мне скажут, а в других странах точно так же. Я думаю, что в других странах, в больших странах, можно такое требовать. Но вот как маленькая страна, хотим быть как большие страны, и как маленькая страна, которая понимает, что нам надо привлечь инвестиции. Я могу вам точно сказать, что можно приехать в Великобританию и делать крупный бизнес, не зная английского языка. Это я могу вам сказать точно. Вот еще раз, Марк. Я поэтому говорю, когда у нас такой великоармянский шовинизм, не подкрепленный ничем, кроме вот этого Качтазаровства, то мне хочется сказать, ребят, давайте опустимся на землю. Слава Богу. Бог нам дал безумное количество талантов. Бог нам дал огромное количество возможностей. Я считаю, что 21 век, это век армянства. Потому что мы можем быть первыми, которые объединят государство и сетевую нашу сеть по всем миру армян, которые могут принести свои знания и компетенции, которые являются сейчас важнейшей стоимостью. Потому что мы говорим, вот ВВП, я как экономист, в Армении 12 миллиардов долларов ВВП, а в России 1 триллион 500 миллиардов. Но мы же не учитываем то, что не столько стоит Гугл, а какой value приносят эти новые технологии, а какой они имеют стоимость в размерах ВВП. И мне кажется, сейчас знание, креативность, то, что мы можем создавать на уникальных адаптивных стыках, мне хочется, чтобы мы это могли бы максимально воспользоваться. Потому что у нас здесь действительно уникальный вариант преимущества. Нет у наших соседей ни у азербайджанцев, ни у грузин, ни у турок, ни у иранцев. И даже у русских, у которых есть большая диаспора, это не так просто сделать будет, потому что они не могут это поговорить. У нас есть преимущество, но мы им не пользуемся. Мы не пользуемся, у нас есть Нубарафиан, который 20 лет приезжал в Армению по 5 раз в году, и который первый раз выступил на тему, о чем же он занимается в своей последней жизни, только в 2019 году на конференции, организованной ФАСТ, где он тоже является соучредителем. За 19 лет его первый раз была возможность в Армении рассказать о его проектах, не о благотворительных, или человек, как Лор Дарзи, который является одновременно членом Академии и Королевской Академии Медицинских Наук и Инженерных Наук, один из немногих, почти в истории всей Англии. И человек, который приезжает в Армении, который даже не спрашивает, а что же делать в медицине в Армении. Он является советником одновременно нескольких государств крупнейших в Ближнем Востоке. Поэтому в этом смысле у нас есть возможность, которую мы воспользуем, как мы будем даже знать про Нарик Аци, которого мы все знаем, но я думаю, что большинство не читало. А даже те, которые читали, не понимают, подавляющее большинство. И как мы не знаем, очень нашу молитву на армянском, большинство не знает. Я когда хожу иногда в церкви, я удивляюсь, на какое количество людей, как мало приходят в церкви, так и какое количество людей даже не знают ее просто от начала до конца. Я не говорил, какие другие молитвы. И так далее, и так далее. Поэтому еще раз, это все вопросы очень серьезные, которые нам стоит писать, ответить. И нам нету шансов. Знаете, хороший вопрос, почему проблема этой ситуации, чем Марк? Я извиняюсь, что я просто хочу. Что нам эта война не оставила шансов. Нам надо еще на это все отвечать. Если у нас еще в 16-й год был холодный звонок, такой холодный душ, но был звоночек, то сейчас уже прогремел гром. Или мы реально это создаем и посмотрим на это все открытыми глазами. Проведем правильный анализ ошибок и правильных выводов, как вы должны двигаться вперед, а не назад. Не наказывая виновных, не выясняя, кто вор, а кто предатель. Ну, сколько можно делить на черных и белых? Ну, сколько можно? Ну, это уже просто безумие. Карабахцев, Ленинаканцев, Кяварцев. Ну, это любимое занятие. У нас преимущество. Мы мононациональная страна, где есть огромное количество преимуществ, что мы одновременно, являясь армянами, приезжаем из Сирии, Парижа, России, Америки, можем приносить культуру других стран. Мы можем это все выбирать от себя, имея какие-то корневые точки. Ребята, остановитесь. Какое, на самом деле, разделение на черных и белых? Сколько можно это? Давайте поймем, какую мы строим Армению. Отбиваемся от мифов и иллюзий. Проведем анализ ошибок, понимаем, что двигаться вперед. И, конечно, должны ответить, на каком будем делать в будущем Армении. Делать инвентаризацию. Понятно, какие ресурсы у нас есть. А чего у нас нет, чтобы двигаться вперед дальше уже с кем-то вместе, находя партнеров и союзников. Это тоже важная вещь. Вот, я думаю, сейчас самое время задать вопрос от Дианы Арсенияна, которая, ну вот вы говорили о нескольких моделях развития. И она спрашивает, а кто выбирает модель? Как выбирается модель? Вот сверху вниз или снизу вверх? И если, так сказать, мы выбираем модель, кто предлагает модель? Во всех вариантах мы так или иначе приходим к роли лидера. И ключевым является лидерство. Не один человек. Это элита. Я, Марк, считаю, что у нас есть проблема, и она связана с индустриальным обществом, и не только в Армении. У нас очень произошло четкое разделение. И у нас элита, когда мы говорим, элита сейчас вызывает кучу вопросов, а кто такая элита, почему эти люди элита. Неважно. Так получилось, что они являются теми, которые могут определять определенные тренды. В культуре, в науке, в государственном управлении, в бизнесе. Они могут быть достойными людьми, могут быть недостойными. И не все аристократы были самыми достойными. Некоторые из них были извращенцы, как Маркиз де Сад. И это же не означает, что если ты аристократ, может, он был аристократом. Маркиз де Сад был маркизом. Нравится это никому, не нравится. Он был маркизом, а дальше у него, значит, садизм был. И он был проповедником этого садизма. Так вот, элита является тем, кто отвечает за будущее нации. Конечно, и этого разговора однозначно нация определяется своей элитой. И элита, которая у нас была, как Сарян, Аманян, Исраиль Орбели, и много-много-много достойнейших людей, там, Араха Чапирян и так далее, это те люди, которые определяли лицо армянской нации. Теперь нация у нас сегодня находится в кризисе, потому что у элиты есть серьезный кризис элиты. Элиты внутри Армении, элиты в диаспоре, потому что в диаспоре тоже находится кризис. Надо говорить тоже, мы говорим совсем про армянский кризис в Армении, но кризис в диаспоральных кругах очень серьезный, да? И мы раньше имели губернаторов, в Америке там мы имели армян, мы имели там сенаторов, мы имели огромное количество людей, которые там добивались успеха в разных странах с армянскими корнями. Сейчас даже если у них есть армянский корня, они себя не очень ассоциируют с Арменией и в основном с армянским миром. И в этом смысле я считаю, что у нас очень серьезный вызов и определяет будущее страны элиты всегда. Это духовная элита, культурная, научная, бизнес. И, конечно, и спецслужба, элита спецслужбы тоже определяет. Это все взаимосвязанное. Армия, конечно, участвует, генерал должен участвовать как определенный будущий в Армении. Конечно. Это не один человек. Это не может быть один человек. Конечно, Ликваню, в Сингапуре, там была другая ситуация. Там не было государства, на милой стране, там не было прошлого, и можно было найти, он имел возможность слепить так, что он считал нужным, изначально. Это в Армении невозможно. Но это сопровождалось и некоторыми довольно непопулярными авторитарными мерами. Слушайте, по поводу однозначно авторитарной диктаторной, Ликваню известен тем, что был на демократе Пиночет, который 5 тысяч человек погибло. И до сих пор, если у меня есть книга, очень интересно показывать отношение к Пиночету. С одной стороны, он сделал страну единственную в Америке, которая сейчас больше не анализируется, например, в Америке, анализируется как европейская страна. И при этом погибло 5 тысяч человек. И вот его считают убийцей, и считают, что эта цена была очень страшной. Хотя он привел страну к процветанию, которую даже никто не мог подумать раньше. Что такое возможно в Америке. Из вопросов я хочу выделить. Тут Лилит Восконян пишет о том, что вот она больше 20 лет прожила в Москве, сейчас вернулась в Ереван и хочет работать на благо процветания страны. Спрашивает, куда можно отправить информацию о себе? Ну, я думаю, что это вопрос к тому, что она должна просто быть более, чуть более активной, чуть более предпринимательски, что ли, активной по отношению к своим знаниям, умениям. Это глубже проблема, Марк. Я надеюсь, что, не обижу, насколько это там, Маладима, она мало честно переехала 20 лет назад в Армению, но давайте понимать одну вещь. Вот это вот ощущение, что нам кто-то, что-то, она не это не просит, я просто говорю, это же не связано с ее, потому что она мне это провоцировала. Очень важную мысль, мы должны перестать все время чего-то требовать. Мы будем, ясно говорит, мы будем инвестировать в Армении, когда будет там коррупция. Ну, нифига, нет, коррупция не инвестируют, правильно? Это обманка оказалась. Объяснилось, что не это было причем, почему не инвестировали, что вам не интересно, потому что там не очень высокая дохода, потому что вам нечего, вы не знаете, какой-то бизнес создавать, и то же самое в Армении, там мы, там, вот, нет работы. Неправда. Я могу сказать, например, в наших проектах огромное количество работ, которые вы не можете делать, не хотите делать, потому что вам не хочется себя утружать так, как надо было, как вы готовы работать и в Путии, и волна Алтай, вы не готовы в Армении, просто не положено в Армении работать по 12 часов, и большинство людей, к сожалению, которые действительно не нуждаются в работе, они есть в Армении, однозначно, но есть очень многие, которые не говорят, «Нет, нет, нет, я хочу, чтобы была такая работа, что я опять ничего не делал или делал мало, получал». Поэтому, мне кажется, очень важный вызов будет следующий, очень простой, например, кто готов с диаспоры, не как в 48-м году в Израиль, не как на Целину во имя Советского Союза, стать и переехать, стать и переехать, поехать в деревню, поехать там, заниматься своим бизнесом, прогореть, потом узнать, как в 46-м году переехали армяне из Греции, Сирии, там, Ливана, так далее. Никаких других шансов нету, пока мы не поменяем среду и действительно переездом своим, физическим, ничего не поменяется, пока мы не начнем инвестировать, они на нас благотворительность. Я тоже, в том числе, я виноват в том, что очень много наших проектов всегда рассматривают, как больше такие социально благотворительные, и я говорил, эти цифры там, они очень большие цифры, например, для нашей семьи, большее состояние потратили, неправильное слово, отдали на благие проекты в Армении, и этим гордимся, но это тоже, наверное, неправильно, создавало неправильную среду, где надо было быть более конкурентным, более профессиональным. В этом смысле нам все представляют очень тяжелый выбор, вот так просто сидеть за столом в Париже и переживать за Армению, когда там плохо, не получится. И точно так же сидеть в Армении и говорить, ребят, все нам должны, а я там буду сидеть и ждать пока мне такую работу, что я был бы там министром, я ничего такого делать не буду. Не получится. Нам представляет это очень тяжелая история и мне тоже есть что рассказать на эту тему, но давайте вместо этого задам вам вопрос от Алана Уайтхорна, который пишет, ну, он по-английски, естественно, пишет, но я буду переводить. Когда был написан манускрипт, рукопись, когда была написана фокус этой рукописи и фокус, так сказать, ну, вот в фокусе вашего мышления находились проблемы социального и экономического развития. Но вот после войны может быть важнее становится просто проблема выживания, а не развития? Я не согласен. Я считаю, что война просто подтолкнула тому, что многие вот эти фиговые листочки слетели, и все обнажилось, и просто эта ситуация стала еще более острее. У нас есть три четких вопроса. Безопасность, процветание, идентичность. Эти три вещи, которые взаимосвязаны, ты все время пытаешься найти ответ на эти вопросы. Любая элита пытается ее решить. И в древние времена, когда армяне кто-то смотрел на Византию, кто-то смотрел на Иран, кто-то смотрел на самостоятельность, это всегда была борьба между этими тремя, как сохранить идентичность, собственный алфавит, собственный направление в христианстве, как процветание встроиться в систему, тем, что зарабатывать. И это может быть по-разному, как периферия метрополия, как сама метрополия становилась на кутки в период времени, как Тигран Великий. Это очень неважно. Но эти три ключевые вопросы между взаимосвязаны. И не отвечая на них, надо ответить в любую ситуацию. Второй вопрос. Через какую модель? Через капсулу, через периферию метрополя или через хаб, потому что мы не можем как сами метрополии, и мы не можем, к сожалению, нашу региону не позволит нам быть никакой нейтральной страной. Поэтому у нас есть пяти вариантов, а только три варианта. Или Мэрхаб, это может быть как Ливан, который очень опасно потом закончил, а это может быть как Швейцария, который превратился потом в центр всего, или как может быть как Сингапур, или может быть на самом деле мы можем быть как капсулу, капсулу может быть как Северная Корея, так и Израиль на первом этапе. Это не означает в сегодняшнем XXI веке уже просто недостаточно. Мы теряем индивидуальный потенциал, мы теряем самое наше ключевое конкурентное преимущество, это образованность, которая у нас была. Мы были самой образованной нацией на Ближнем Востоке. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Ну, одно и, хорошо, не самое, чтобы не было бы шовинизма, но одно из самых образованных вместе с евреями, вместе с элитой небольшой греческой, небольшой иранской, турецкой, все равно армяне, были той прослой, которая обеспечивала фантастические изменения в этом регионе. Но мы это теряем, и мы это теряем, потому что у нас упало качество образования, это номер один вопрос. Или мы его реформируем и реально делаем ректорами университетов лучшими, а как в свое время делаем Сталин. Сталин что, был идиотом? Сталин привез, обманным путем заставил Каплицу переехать из Оксфорда. Он каждый день на него отпускались, он давал письмо, что он вернет его обратно. И Каплицу вернулся, а они хитро не написали письмо, он остался. А Каплицу ландау, и это все было создано не просто так, что около великих людей задаются такие институты, как университеты. Не получается чиновников или бюрократов, или племянников, или племянниц кого-то. Не так не получится. Повторяется только тогда, когда будет реально светило мирового уровня. И даже им не всегда удается. Мергеляны съели, мы же армяне съели Мергеляны, который был гением математики, но тем не менее он остался по себе какой-то институт, который до сих пор, несмотря на все, что произошло, хоть какой-то сохранился, какие-то традиции сохранились. Поэтому тот же институт Мергелян основал целых два института. Да, целых два. Ну, давайте, я думаю, что уже пора закругляться, тем более, что многие вопросы уже начали повторяться. И я не могу не озвучить вопрос, который задала Александра Подарян. Почему в это сложное время вы даете столько советов и вместо этого не приезжаете и не создаете новое? Мне лично кажется, что вы создаете новое, но... Ну, давайте, я просто хочу... Во-первых, все-таки я, вот сегодняшний наш разговор был в первую очередь нацелен на тех людей, которые хотят и готовы слышать. Это не все готовы. У нас есть, сражение, общество сейчас разделено очень четко. У нас есть 15-17% людей, которые категорически против пашинян, им все равно, кто будет, лишь бы был бы не пашинян. У нас есть 40% против пашинян, им все равно, кто был бы лишь бы не пашинян. И в этом негативном настроении очень сложно кого-то что-то слышать. Но у нас есть вот этот там вчерашний вопрос, когда 42%, которые никого не видят, и там еще 12%, которые не знают. То есть у нас 54%, которые потеряны. Я вам хочу сказать одну вещь. Всем тем, кто в одной из этой категории, вы действительно должны опять на собственные силы. Вы должны понимать, что никто за вас ничего делать не будет. Я делаю с того, сколько я могу. Я считаю, что я делаю много. Но делаю много ошибок. Мы делаем и программу, и инвестиции и в Арцахе, и в Дилижане, и в Татреве, и в Гюмри. Уважаем заниматься фастом. Мы не остановились ни на один день, ни во время революции бархатной, ни во время войны. Мы как продолжали, так будем делать и делали все наши проекты. Что-то быстрее, что-то медленнее. Поэтому в этом смысле и интеллектуально мы максимально пытались быть открытыми и помогать всем, что мы могли бы это обсуждать. И проекты мы пытались сделать, проекты мы считали правильным для будущего Армении. Где-то делали лучше, где-то хуже, но в целом все наши проекты работают. И я горжусь, что у нас будет снова Аврора. У нас Дижанская школа продолжает работать. Фаст продолжает функционировать. У нас есть туризм и урбан развитие и многих точек и гюмри, парк, дружба, и Атанцевский проект из моей сложности, и, конечно, Дилижан, и в Ереване у нас был. И надеюсь, чтобы нам удастся этот проект. Поэтому я хочу сказать всем тем, кто будет, особенно боты, там, слушайте, я так хорошо, все видно, кто из вас, кто там, как вы пишете гадости и там про мою жену, и про меня, и про... Все настолько смешно, потому что, мне кажется, все же в аквапе скончается о нас самих. Вот кто мы, какой мы оставим после себя след. И это все, слава Богу, вылезает на поверхность всегда и про Мусалар, и про... Все-все дела, не хорошие, не плохие, все это... Для этого я совершенно хочу сказать, достойно ответить вам всем. Я не стесняюсь, могу поднять всем вам глазам, потому что я знаю, что и я, и вся моя семья сделают все, чтобы в Армении было достойное будущее. Делают все, что мы могли с точки зрения того, чтобы чувствовать себя частью этого маленького народа, которым мы гордимся, на всю критику. И моя жена, которая не армянка, крещенная в армянской церкви в Георгии в 1908 году, принявшая армянскую веру. И мой сын, который пошел служить в армию добровольцем. И моя дочь, которая поехала в прошлом году, она говорит, я не говорю, что когда... Это не вопрос слова, это действия. Они есть или их нет. Поэтому я хочу сказать всем нам, давайте меньше говорить, а больше делать. И чем больше мы будем делать, тем, поверьте, нам легче будет много менять. И я уверен, что мы все сможем изменить, если у нас будет просто отношение к тому, что мы делаем, что это не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы кому-то догадать, потому что ты любишь свою родину, и ты это считаешь важнее, все остальное. Ну да, все остальное у нас получится. И резюмируя нашу с вами беседу, добавлю, что на самом деле очень просто говорить, какую страну мы не хотим иметь. Важно труднее делать ту страну, которую мы бы все хотели иметь. Большое вам спасибо. Сегодня гостем наших разговоров и бесед о будущем был меценат и предприниматель, со-основатель Future Studio Рубен Вартхамин. Спасибо. Спасибо вам за внимание, терпение. Удачи всем нам. Могу сюда все получиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.